Ждать ли нам каких-нибудь неприятных сюрпризов завтра, 9 мая? Возможно ли какие-то провокации? Ну, в принципе, первое, что нужно говорить о том, что сегодня несколько раз практически вся страна была в красной зоне воздушной тревоги. К сожалению, судя по тенденции, мы можем предполагать, что в ближайшие дни, и завтра в том числе, интенсивность ракетных обстрелов Украины не будет уменьшаться. Если говорить непосредственно о каких-то провокациях в городах, населенных пунктах, то на сегодняшний момент в очень усиленном режиме работают полиция, Росгвардия, все силовые органы. Мы понимаем, что, к сожалению, дорогие ловятся по всей территории Украины, и поэтому нет такой точки в стране, где, к сожалению, не может быть каких-то провокаций. Мы работаем над тем, чтобы упредить по максимуму все, что можно упредить, но в то же время обращаемся ко всем абсолютно украинцам с просьбой быть бдительными и с просьбой, в принципе, с пониманием относиться и к работе полиции, и к тому, что в некоторых регионах ввели достаточно долгий комендантский час. А будут какие-то ограничения на 9 мая? Ну, все-таки, нравится нам это или нет, но есть много людей, которые привыкли праздновать 9 мая как день окончания Второй мировой войны в Европе, которые называют это по старинке Днем Победы в Великой Отечественной войне. Старики, не обязательно участники войны, но те, которые войну помнят и которые привыкли там сходить к каким-то воинским мемориалам, к могиле неизвестного солдата и так далее. Ну, в принципе, в каждом городе объявлены те или иные ограничения, какие есть, поэтому здесь нельзя сказать о какой-то средней температуре пополать. Ну, в целом, мы призываем абсолютно всех к тому, чтобы было как можно меньше скопления рублей, потому что в таких случаях, конечно, намного тяжелее работать правоохранительным органом. Но я надеюсь, что, в принципе, здравый смысл победит, и я думаю, что особо каких-то массовых гуляний точно не будет, ну, во всяком случае, не знаю ни одного города, где было сказано о том, что мы будем проводить какие-то массовые мероприятия, посвященные этому дню. Кроме этого, я хотел бы просто напомнить всем, тем, кто живет на территориях, которые были недавно оккупированы или проходили там бои, ни в коем случае нельзя выходить в лесопосадки, нельзя выходить в леса наши штуки, потому что, к сожалению, остается достаточно серьезная угроза от минирования, растяжек и всего того, что оставили русские оккупанты на этих территориях. Вадим, вы также являетесь политическим экспертом, и вот с вашей точки зрения мне очень интересна ваша оценка происходящего. Вот как-то мы сейчас все говорим о 8-9 мая, да, ждем интенсивных обстрелов, наблюдаем за ними сегодня, да, но в то же время как-то так возникает чувство, что вот 9-е пережить, и вот дальше будет проще. Как вы думаете, что будет после 9-го мая? Может быть, у вас есть прогноз? Коротко, пожалуйста. Знаете, я, наверное, не открою тайну, когда скажу, что будет 10-е мая, и, к сожалению, продолжится война. Никаких своих целей, которые ставил перед собой Путин, пока не достиг. К сожалению, у него достаточно серьезная армия остается, и, к сожалению, пока его главнейшая цель, с того, что я понимаю, с того, что я вижу, это не просто захват какой-то части Украины, это попытка, они опять возвращаются к идее попытки создания СССР-2, и, кроме всего прочего, между прочим, вот эта бабка с красным флагом, которая стала символом сейчас Российской Федерации, и которая ставит памятники на каждом шагу, это, по большому счету, вот, она очень хорошо ложится их идея возобновления СССР, и я думал, что вот где-то в этом ключе завтра, кроме всего прочего, Путин и будет говорить что-то с трибуном, ну, не с трибуном, взгляде, но будет говорить об этом в этом деле. СССР-2